Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 11 апреля и посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Следующий целерост у нас находится в области максимальной значения конца марта. Это отметка 1.2475. Туда мы и стремимся. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вторника, которые были зафиксированы на уровне 1.2301. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Следующие цели роста, которые мы отмечаем, это область максимальной значений также конца марта. Это область 1.4241. Ну и далее уже открываются предпосылки на рост в область 43 и 44. Пара американский доллар, канадский доллар продолжают свое неисходящее движение. Следующие цели по снижению это область 1.2453. А ближайший разворотный уровень отмечаем пока на максимальные значения, которые были зафиксированы 9 апреля на уровне 1.2819. По паре американский доллар, японская иена. На текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста это обновление максимальной значений, которые мы видели 5 апреля и движение в область 1.850. А ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы 9 апреля на уровне 1.0661. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция восходящая также сохраняется. Следующие цели роста это уход выше максимальной значений, которые мы видели в 20-х числах марта. Уход выше отметки 77.84. Ну и далее движение по направлению 78.18. А ближайший разворотный уровень для данной восходящей формации отмечается на минимальных значениях 9 апреля. Это область 76.52. Пара евро-британский фунт на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели по снижению это область 86.59. А ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера на уровне 87.26. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По золоту продолжается рост. Следующие цели роста это уход выше максимальной значений, которые были 4 апреля на уровне 1348. Ну и далее движение на 1356. Ближайший разворотный уровень по золоту отмечаем на минимальных значениях вчерашней торговой сессии. Это отметка 1331. По нефтемарке Brent тенденция восходящая продолжается. Следующие области роста это движение уже за уровень 72. То есть 73, 74 и так далее. А ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 6 апреля на уровне 67.46. Индекс DAX также сохраняет свое движение восходящее. Следующие цели роста находятся в области 12884. Именно туда сейчас актив и стремится. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях понедельника, которые были зафиксированы на уровне 12200. По биткоину тенденция восходящая на текущий момент среднесрочной формации сохраняется. Для подтверждения роста в рамках часового таймфрейма нам необходимо увидеть уход выше максимума вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 6832. С ближайшей цели роста это обновление максимальных значений понедельника, уход выше уровня 7162 и движение по направлению 7696. Ну а ближайший разворотный уровень среднесрочный отмечаем на минимальных значениях, которые были 1 апреля на уровне 6400 долларов за 1 биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня. Напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok